Ольга выступает в последней паре, а это значит, есть время дать напутствие младшим и размяться. Координация и устойчивость – основа успешного спарринга, уверена саватистка. Самое трудное выступление было в декабре у меня. Мне было прям очень тяжело, у меня была такая серьезная противница. Но это опыт. В Одинцовском округе федерацию савата создали в 2021 году. Тогда начинали с малого, с тренировок в зале. В 2022 провели первый чемпионат. В этом году на первенстве уже выступили больше 90 участников со всей области. Подготовка проходит стандартно, как и в других спортивных единоборствах. Есть, конечно, свои отличия, своя специфика. Возраст спортсменов до 14 лет выступает только по лайт-контакту. То есть легкий контакт. Запрещено выступать до 14 лет по полному контакту. Категория 15-17 лет тоже выступают в разделе АСА – легкий контакт. В полном комби проводят отдельные соревнования. Совсем недавно Владимир покорял ринги. Стал чемпионом России и обладателем высшего технического разряда – желтая перчатка. Сейчас сам оценивает мастерство саватистов. Особое внимание уделяет технике нанесению ударов и скорости. Еще раз проверить перчатки, защитное снаряжение, специальную обувь. Все необходимое с собой. Скоро Александру на ринг. Волнение нарастает. Это уже пятое. И представьте себе, все четыре всего было второе место. А это, надеюсь, первое наконец-то будет. Французским единоборством Матвей занимается шестой год. Состоит в сборной области. Выступать на первенстве уже не страшно. В этом году готовится к чемпионату России, который пройдет в апреле. Трудно это когда, ну вот, ты выступаешь, выступаешь в одной категории, и ты переходишь в новую или там возрастную. Это бывает трудно перейти в другую категорию и начать выступать. Потому что новые соперники, новые веса. Федерация развивается. Федерация еще молодая. Ей не так много лет. Также она зарождалась вместе с нами. Мы надеемся, что это разовьется в более глобальную организацию серьезную. Что будет с каждым годом все больше и больше клубов, городов присоединяться и развивать данный вид спорта. В этот раз на первенстве выступили 25 спортсменов из округа. Почти половина завоевала золотые медали. Екатерина Крамор, Олег Мещерский, телекомпания Одинцова.